И вот недавно мы простились. Было у нас прощальное воскресенье, помните? После этого начинается замечательный пост. Вот, некоторые постятся, а некоторые вот типа меня не могут это делать. Но мы вам сегодня покажем, как в столовой по-домашнему вы можете и поститься, и не делать этого. Потому что, ну, разные вещи существуют, и разные ваши состояния души. Поэтому зайдем и покушаем. Про то, о чем мы сейчас поговорим. О нормальном питании. Нормальное питание. Возможно ли это? Без жиров и углеводов. Чтобы можно было бы круто, и главное, задешево попитаться. И давайте поймем, и что мы кушаем то. Качественная коммунистическая столовая по-домашнему нас правильнее кормит. Здесь в основном то, что варится и чуть-чуть жарится. Потому как шашлык хорош. Но его надо есть максимум 4 раза в месяц. Больше не рекомендуют. В основном мы любим супы, пюре и то, что варится. А еще мы хотим нормальное мясо, которым есть суть. Кстати, о тех вещах, что мы забыли. Аромат каждого блюда. Вы часто такое кушаете? А вот за этим сюда. Я не понимаю, как, но с каждым разом я доезжаю. Что в любой продукции, приготовленной здесь, аромат присутствует. Так вот, я попытаюсь донести ароматы столовой по-домашнему на вокзальной 110. И раз у нас пост, мы пришли и все-таки решили попробовать. Что же это такое? Что же такое пост в столовой по-домашнему? Пост в столовой по-домашнему. Честно говоря, я до этого попробовал, сказал, что все это вкусно. Вот. Ну и сейчас продемонстрирую вам, что же такое замечательная капусточка. Салат из капусты, который здесь сделан. Обалдительный собак салат из капусты, который готовится только и специально для вас. Просто попробовать вам это надо. Вот в чем проблемка-то. Вопрос номер два. Это называется лапша с грибочками. Даже просто попробовать, вы понимаете. Вкус. А вкус здесь бесподобный. Даже не оторваться. До этого продемонстрирую еще раз. Фасоль. Фасоль вот здесь ее готовят так, как никто не готовит. Она не просто настолько вкусная, но то, с чем она сделана, а это лук. Морковка. Чесночок сделанный. Мешой укроп. Вам говорят, насколько это вкусно. А добавишь сюда замечательную морковку. Вы понимаете, что просто-то не так сложно, если все это вкусно приготовлено. А где вкусно приготовлено? Столовую по-домашнему. Ну и в оконцовочке все это вообще недорого стоит. По сути, это все, ну, 100 рублей, если что. Сладкий плов. Я никогда в жизни не думал, что плов бывает настолько вкусно. Просто приедьте, попробуйте. Кстати, я дам задание, что вот такое обилие постной пищи должно быть всегда. Потому что не каждый может есть то, что я могу есть. Вот. Но чтобы постная была... Ммм. Да, это супер. Приходите, посмотрите. О, классненько, да? И аппетитненько. И понимаешь, что даже поститься можно со вкусом. Но не все постятся то. А как еда-то? Первый раз вкусно. Все нормально. Первый раз и вкусно, да? Да. А по цене? Нормально. По цене нормально все. То есть результат. Кто-то по состоянию здоровья может пост и не соблюдать. И те, кто веруют, но не могут поститься, либо потому, что это часть другой веры. Честно, мне бы этого хватило бы. Потому что, вы понимаете, да? Но я не могу поститься. Дело в чем заключается? Дело в огромной проблемке, которая находится у меня в голове. В связи с этим, извините, но мне бы хотелось, но не получается. Хотя, честно, я бы сюда пришел бы и постился, постился, постился. Представляете? За небольшую сумму вы все это можете сделать. Но не получается. Вот. В связи с этим я вот это дело уберу в сторону. А вот про это я вам поговорю. Замечательные две порции пельменей. Стоимостью 120 рублей. Дело в чем заключается? Где мы сейчас находимся? Вокзальная 110. И вы прекрасно понимаете, что здесь есть другие места, где вам эти пельмени предлагаются. Но не в том количестве и не тот ассортимент. 120 рублей. А сейчас будет совсем вкусно. Которые пельмени здесь делаются, они делаются в собственном соусе. А это я взял просто. Оно стоит чуть-чуть дороже. Причем вот это делается вообще супер. Хозяйка сама готовит соус домашний. Кинза, базилик, все остальное, все это есть. Но я предпочитаю иногда пельмешки вкусить. Что такое штука? Попробуйте. Это получается мы добавляем сюда горчичку. Еще сюда шметанку. Обалденительная штука. кстати, я не понимаю как, но пельмени, которые приготовлены здесь, это супер. Это супер. если вы не хотите, если вы сильно хотите, я вам рекомендую приехать сюда. Попробуйте настоящий вкус. конечно, понять-то надо куда можно приехать. По сути, две замечательные порции пельменей, которые готовят здесь, здесь их готовят. Поймите. Дело в чем заключается? Здесь не собирают то, из чего делают категорию B, C и все остальное. То, чем вам в других местах. вот здесь все это делается сами. Сами покупают мясо, сами все это делают. Все эти кушаете. Причем эти пельмени, так и все то, что там делаются каждый Божий день и исключительно для вас. И вам надо это понять. Куда вам в действительности можно приехать? А приехать-то просто в боксале 110. приезжайте и покушайте. Вот. Я не буду ничего говорить. Сможете, поститесь. Не сможете, кушайте. Кстати, в городе Магнитогорске на целом ряде предприятий пост как бы это невозможен. Но мы теперь понимаем разницу, где можно нормально питаться и за сумму биг-тесте вы отсюда уйдете, но качество вашей жизни будет в разы круче. Как и для тех, кто обедает биг-маками. Кстати, вещь хорошая, но только их надо есть не чаще шашлыка. А так сюда, в столовую по-домашнему, на вокзальную 110. И вот так вот хорошо мы здесь и покушали, потому что мы понимаем результат. Здесь вкусно кормят. Я вам даже показал то, чего я покушал бы здесь. А точнее, я здесь покушал пельмешки. Две порции пельмешков стоят всего 120 рублей. Попробуйте найти что-то подобное. Если не получается, приезжайте сюда. Кстати, для тех, кто хочет так же недорого и по-постному поесть, пожалуйста, так же приходите сюда. Цена вас очень сильно удивит.